Привет, друзья! Меня зовут шеф Марк Окунь. Я шеф-повар, нутрициолог, амбассадор здорового образа жизни и в прошлом выпускник с весам. В 2015 году я закончил. Я пошел учиться в 39 лет. У меня был до этого совершенно другой путь. Я занимался управлением продажами, был топ-менеджером в международных и российских компаниях. В какой-то момент я задумался о том, чем я хочу заниматься, когда мне будет за 40, за 50 и так далее. И стал искать себя. Потом я оказался волей случая в гастрономическом путешествии в Провансе. Там мне очень понравилось, как все было организовано. Там были интересные мастер-классы от местных французских шефов. И я решил, что мне хочется этим заниматься. Я подумал, что я сам мог делать такие туры. Я решил, что надо получить какое-то профильное образование для начала. И как раз в это время открылся с весам в Питере. И я, проезжая по Тучковому мосту, несколько раз видел эту рекламу и вывеску. Потом посмотрел на сайте, обнаружил, что есть программа кулинарное искусство. Потом я пришел на день открытых дверей. Там как раз Ольга Любенкова меня провела, показала экскурсию. И показала мне кухню, где как раз там был шеф Маурицу. И что-то он там мотал какую-то пиццу. Студенты стояли его, слушали. И все это пахло оттуда. И сразу понял, что я хочу прямо туда, прямо сейчас. И дальше пошло мое обучение. Я изначально понимал, что я не хочу, то есть я не вижу себя поваром в ресторане. И я стал проводить кулинарные праздники в студиях. То есть сначала это были частные праздники. Потом стали появляться корпоративные заказы. Я прошел кастинг на телеканал Еда. И там стал сниматься в программе «Правила тарелки». Потом я вступил в гильдию гастрономов в Чейн-дер-Тисьо. Потом я еще со своими знакомыми по прошлой работе стал заниматься продвижением исландского рыбьего жира. То есть я стал шеф-поваром, первым шеф-поваром в мире, который умудрился добавить жидкий рыбий жир в еду. То есть они меня так позиционируют. То есть я стал делать всякие соусы, заправки. И этим ребятам это очень понравилось. Потом я написал для них целую книгу рецептов. Снял кучу всякого видеоконтента. Провожу мероприятия, мастер-классы для их клиентов. И стал, соответственно, еще нутрициологом. Вот я еще читаю всевозможные лекции, семинары провожу для разных корпоративных слушателей. То есть у меня много разных направлений. Это то, чем я занимаюсь сейчас. Учение с весам для меня это было просто прекрасное время. Несмотря на то, что я продолжал работать на работе директором по продажам. И у меня мой рабочий день заканчивался в 18.00. Соответственно, бегом садился в машину, снимал с себя костюм и галстук, надевал на себя китель, шапочку и бегом бежал готовить свое рабочее место. Я провел замечательное время за эти полгода. И с ребятами мы со многими до сих пор общаемся. А так, с точки зрения того, что мне дало это обучение, ну, конечно, многие базовые вещи, да, помимо любви к готовке и к тому, что я много чего умел до этого. Но, тем не менее, какие-то стандартные базовые вещи. Несмотря на то, что это американская программа, но она все равно основана на французской базовой школе кулинарии. Чудоги рецепты я там перелистываю до сих пор и какие-то идеи для себя нахожу. Вот, поэтому это прекрасное, прекрасное, повторюсь, время и очень хорошие знания. И великолепный нетворкинг. Я думаю, что да, можно. Можно пойти, в принципе, с нуля в любой ресторан, начать, вот прям, прийти на стажировку, на заготовки, там, холодный цех, горячий цех и так далее, и так далее. То есть, можно пройти все ступени, а если есть менеджерские навыки, умение управлять, считать, потому что шеф-повар это не только и не столько про кулинарию и про творчество, а это еще про управление бизнесом, про цифры, про закупки. Вот, но я считаю, что образование не помешает, да, и тот же пример, например, того же Антона Обрезова, который, будучи уже там знаменитым шефом, он все равно пришел все сам учиться, потому что захотел получить базовые знания, и я здесь как бы только могу стоя ему поаплодировать, потому что, на самом деле, это никогда точно не будет лишним. Хотя стать шефом, конечно, можно, пройдя весь путь в разных ресторанах, стажируясь, набираясь опыта, но, опять же, повторюсь, обладая необходимыми компетенциями, ну и соответствующей мотивацией.